Легенды Крыма Шайтан Сарай Ялыбагазская легенда Расскажи, Асан, почему люди назвали этот дом чертовым? Асан сдвинул на затылок свою барашковую шапку, было жарко, и усмехнулся. Расскажу, не поверишь. Зачем рассказывать? Мы сидели под плетнем у известного всем в долине домика в ущелье Ялыбагаз. Ущелье Тучино Тальяка Красавицы делят долину на две. На север от узской деревни с поселками, старыми помещищами, усадьбами и татарскими садами, и на юг. Виноградники, сбегающие по склонам к морю, и среди них беленькие домики нарождающегося курорта. Зная Асана, я промолчал. Если хочешь, расскажу. Только ты не смейся. Когда шайтан, где поселится, скоро оттуда не уйдет. Жил здесь грек Дангалак. Клады копал. Нашел, не нашел, умер. Жил армянин богатый. Людей не любил, деньги любил, умер. Потом чабаны собирались ночью, виноград крали, теля отрезали, вместе кушали, друг друга зарезали. Так наши старики говорили. Потом никто не жил. Один чабан-мамут, когда на горе пас барашек, прятал в дом свой хурду-мурду. Еще хуже вышло. И Асана рассказал случай, имевший, как говорят, место в действительности. Видишь развалины на горе под скалой? Там было прежде греческое келесе. Давно было. Теперь стенка осталась. Раньше крыша держалась, свод был. Один раз случилась гроза. Дождь большой пошел, вода с гор побежала, камни понесла. Мамут догнал барашек за стенку. Сам спрятался под свод. Стоит, поет. Веселый был человек, горя не знал. А дождь больше и больше. А на сыны, говорит. Надоело ему. Нечего было делать. В руках таяк, которым за ноги барашек ловит. Давай стучать по стене. Везде так. В одном месте не так. Еще постучал. Может, клад найду, думает. Может, выломаю камень из стены. Вдруг слышит. Эй, мамут, не тронь лучше. Плохо будет. Посмотрел, никого нет. Начал камень выбивать. Не тронь, слышь. Слышит опять. Будешь богатым, червонцем подавишься. Сплюнул мамут. А на сыны, бабосыны врешь, шайтан. Богатым всегда хорошо. Навалился как следует. И сдвинул камень с места. Видит печь. А в ней кувшин с червонцами. Ахнул мамут. Столько золота. На всю деревню хватит. Задрожал от радости. Спешил спрятать клад, чтобы другие не увидели. Только камень назад не пошел. Высыпал все червонцы в чекмень. Завернул в узел. Под куст до вечера положил. Дождь прошел. Выгнал стадо постиг. А сам на куст смотрит. Куст горит, не горит, дымится. Ва и Аллах. Солнце еще высоко. В деревне не скоро. Стал думать, какой богатый человек теперь будет. Принесет червонцы домой. Отдать жене. На. Сам падишах больше не даст. А я, чабан, все тебе подарю. Положим, не подарю, только так скажу, смеется сам. Куплю себе дом, белый богатый. Дом на дороге. Открою кофейню. Стадо свое заведу. Чабаны свои будут. Ни одна овца не пропадет. Украдет, чабан, сейчас поймаю. Первый богатый в Атузах буду. Так думал Мамут. Ждал, когда солнце за Папастепе зайдет. Гнать стадо домой. Игнал так, что сам удивлялся. Бежал сам. Бежали барашки, бежали собаки. Прибежал к себе. Развернул на полу чекмень. Позвал жену. Смотри. С ума шла женщина от радости. Побежала к соседке. Так другой. Вся деревня собралась поздравлять Мамута. Один имам прошел мимо. Покачал головой. Знал разные случаи. Послал Мамут за бараниной. Десять окна червоник сдали. Бабам каурму велел варить. Кушайте все. Вот какой я человек. Никак другие. Стали хвалить Мамута. Добрый человек. Хороший человек. Уважаемый будешь человек. Смотрели червонцы. Чужие. Непохожие на турецкие. Сотский советователь позвать Карима Сапшала. Сапшал виноград покушал. Образованный человек был. Позвали. Обещали помочь. Скоро поедет в Стамбул. Там разменяет на наши деньги. Только третью часть себе требуют. Поторговали. Сошлись на четвертый. Отдал Мамуту и червонцу. Себе немного на баранину оставил. Не спал ночью. Все думал. Что много дал за хлопоты. Обидно было. Мучился человек. На другой день стадо не погнал. Когда богатый, разве будешь чабаном? Пошел в дом торговать на ялыбогаз. Никто не жил в доме. Дешево продали. Без денег в дом купил. Мулат Татарламу сделал по шариату. Мастеров нанял дом поправить. Без денег пошли. Знали, что Мамут самый богатый человек на деревне. Ждет Мамут Караима. Шапшала все не едет. Пришла у Роза. Нельзя целый день кушать. Недоволен Мамут. К баране не привык. Стал бронить. Потихоньку старый закон. А шайтан смеется. Скоро Мамут моим будет. По ночам слышал Мамут чужой голос. Обманул тебя, Шапшаль. Пропали червонцы. Никогда не увидишь их. Хмуро встает поутру Мамут. Все радуются. Скоро Курбан Байрам. Мамут сердит на всех. Не думает о празднике. Один раз в деревне услышали колокольчик. Приехал начальник. Бежит в судске за Мамутом. Иди, тебя зовет. Зачем? Ты клад, говорит, нашел. Куда я его девал? Испугался Мамут. Скажи, не нашел. Как скажу, все знают. Но скажи, дома нет. Почесал судский затылок и ушел к начальнику. А Мамут взял со стены ружье и ушел через сады в елый багаз. Над ущельем нависла черная туча. Темно стало. Буря началась. Вспомнил Мамут тот день, когда клад нашел. Ветер деревья ломает. В трубе воет. Собаки на дворе воют. Нехорошо воют. Покой не кочуют. Положил Мамут чекмей на пол. Лег спать. Заснул? Не заснул. Не знает. Только видит в углу на корточках сидят гости. Белый, черный. Грек Дангалак. Армянин. Хозяин. Зарезанные чабаны. Сидят тихонько разговаривают. Боятся разбудить Мамута. Пошевелился Мамут. Погладил длинную бороду Белый. Мамут, к тебе пришли. Сначала я скажу, потом он скажет. Посмотрим, кого послушаешь. Долго, говорил Белый. Душу спасти просил. На мечеть Муле дать. Бедному соседу дать. Сироту в дом принять. Напишут Мула в Стамбул. Поймают шапшалом. Вернут в Ату же деньги. Не будет Мамут в тюрьме сидеть. Начальника хорошо попросят. Когда начальника хорошо просить, начальник добрый будет. Смеется черный. Только шапшала, где найдешь. Давно из Стамбула ушел. Хочешь деньги, можно иметь деньги. Скоро начальник поедет. Насыпь больше дроби в ружье. Близко поедет. Будет много денег. Поднялся Мамут на ноги. Точно провалились. Все его гости. Только пол заскрипел. Слышит звенит колокольчик. Зарядил ружье. За окошко спрятался. Шагом едет начальник. Дорога плохая. Вспомнил о Мамутовом кладе. Оглянулся на дом. Блеснуло в окне что-то. Блеснуло в окне что-то. Пошел по горам гулять. Выстрел. Позади ехали верховые. Бросились к дому. Схватили Мамута. Скрутили кушаком ему руки. Не боролся Мамут. Знал, что пропал человек. Сидит Мамут в тюрьме. Не пьет, не ест. Позеленел. Всю ночь с кем-то разговаривает. Страшно караульному. Один, а на два голоса разговаривает. Сумасшедший думает. Вдруг видит, стал Мамут рвать на себе шаровары. Схватил что-то в руку. Запрыгал от радости. Не стал караульный дальше смотреть. Зашел за дверь. Не видел, как скачал к Мамуту зеленый шайтан. Как руку на плечо положил. Прячь скорее свой последний червонец. Увидит, отберут. Прячь в рот. Сунул Мамут в рот червонец. Зазвенелся осов тюрьмы. Глотнул Мамут и удавился. Узнали в деревне, что удавился червонцем Мамут. Говорили. Задный был человек. Глупый был человек. Дум в елы богас купить захотел. Кто в елы богас может жить? Нечего жалеть такого человека. С того времени никто в этом доме не живет. И народ называет шайтан-сарай. Помолчал Асан, а потом добавил. Может быть и теперь шайтан здесь живет. Кто знает. Когда шайтан где станет жить, долго оттуда не уйдет. Пояснение крымской легенде. Шайтан-сарай. Чертов домик. Этот домик, принадлежащий ныне одному армянину, по-прежнему остается нежилым. Случай с кладом, найденным чабаном в стене разваленной церкви и успения Богоматери, рассказывал моему отцу, Александру Карловичу Марксу, в 60-х годах 19-го столетия, феодосийский исправник из Нар. Развалины церкви на Келисе-Кая, церковная горя, сохранились и до наших дней. Чабан – это пастух. Таяк – копыта. Посох с крюком, которым чабан ловил овцу за ногу. Ока – мера веса 3 фунта. Уроза или Рамазан-Байрам – годовой праздник, который начинается с 10-го новолуния и продолжается 3 дня. Празднику предшествует месячный пост, в течение которого татары от восхода солнца до заката не едят, не пьют и не курят. Пост установлен в память поста Магомета на горе Хора, куда он удалился до 40-м году жизни для поста и молитвы на целый месяц. Относительно кладов у татар существует ряд поверьей. Так, например, есть поверье, что если положивший клад умрет, сотворив заклятие, то такой клад переходит во власть шайтана, и тогда нашедший клад и воспользовавшийся им, не зная заклятия, непременно погибнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова